Плотный график Вероники Скворцовой был расписан по минутам. В начале – посещение объектов. Работу учреждения здравоохранения глава федерального ведомства изучала тщательно. В поле зрения попали онкодиспансер, региональный сосудистый центр, отделение кардио-нейрохирургии, профилактики. Очень хорошо вы продвинулись. Достаточно сказать, что у вас показатели летальности, то есть процента смертей при самых тяжелых состояниях, острых инфарктов, миокарда, такие же низкие, как в Москве. Неплохих показателей за последние несколько лет региональная система здравоохранения добилась и по другим направлениям работы. Например, значительно снизилась младенческая смертность, материнская почти равна нулю. Постоянно совершенствуются и высокотехнологичные методы оказания медицинской помощи. Больше внимания стало уделяться первичному звену. Это отмечают и пациенты. Специалисты все высокого класса. Все замечательно работают. Всегда лечение эффективно. И всегда оставалось довольна помощью специалистов. Гордость первой городской поликлиники – регистратура. В новом формате она начала работать год назад. Тогда был сделан ремонт, появились колл-центры, информаты, введена электронная регистрация пациентов. Как результат – минимум очередей и сокращение времени ожидания для пациентов. И если что, они записывают и потом позвонят по телефону даже, когда талончик будет. А так все хорошо. Придешь, меньше, мне кажется, толкать не стало. Больше раньше ведь у регистратуры и так вот. А сейчас придешь, разделся и оделся. Побыстрее вставай. Повысить процент выявляемости онкозаболеваний на ранних стадиях, а значит сделать лечение более результативным, помогает диагностический центр женского здоровья «Белая роза». Она открылась на базе первой городской три года назад. Обследование здесь бесплатное. В центре работают профессиональные специалисты, это онкологи, которые прошли специальное обучение по маммологии. Они имеют высшие квалификационные категории. Поэтому, конечно, они как профессионалы своего дела в этом разбираются и как раз именно нацелены на выявление онкологических заболеваний. В рамках визита федеральное министерство ставило и новые задачи региону. Усилить первичную помощь, выстроить лучшую логистику между областными и районными больницами, решить проблему медицинской доступности отдаленных и малонаселенных территорий. Таких в Архангельской области сегодня около ста. Министром делаются корректирующие указания для нашей системы здравоохранения в части ее развития для трансполирования именно тех уже достигнутых результатов в специализированных условиях оказания помощи для того, чтобы распространять эту форму организации по всей территории. Региональная система здравоохранения Поморья выбрала правильный вектор развития, дала заключительную оценку Вероника Скворцова. Но теперь надо сделать все, чтобы распространить положительный опыт областного центра на места. Елена Кермич, Олег Сивачек, 7 дней в регионе.